Всем привет еще раз ребята. Продолжаем играть после неудачной игры с Мару, когда она просто сдалась на 1-1-2. Я ей говорил, что нужно было покупать максимум героев. Она говорит, что нет, это тебе не замок, где можно на двух юнитах игру вытянуть. На самом деле, я обычно на двух юнитах за сопряжением вытягиваю игры на М-ках. Кроме феек и воздушек в отстроенном замке, мне обычно никто не надо. Ну да ладно, это как бы дело каждого. Каждый имеет на своем мнении. Если она привыкла играть через птичек, ну пускай будет так. Нет, там было то, что не повезло с количеством скелетов. С количеством скелетов. Во вторичке что ли? Не знаю. В общем, ладно, проехали эту тему. Берем артефакт. Время. Все желаем удачи. Поехали. Не успел я пожелать удачи. Ну, надеюсь, эта партия все-таки будет фигурена. Смотрим. Отлично. Есть где пофармить скелетов. Фабрика военной техники, башня Марлета есть. Какой-то квест. Мы его обязательно проверим. Повышает мастерство Некромантии на 5%. Это же идеальный артефакт просто для начала игры. Так. Снова Локи Алмам заходит, как и в прошлой игре. Отлично. А, и Брон зашел без Василиска. Это очень плохо. Всего с одним стеклом гнолов. Ничего. Посмотрим, насколько эта карта будет играбельна для нас. Кстати, кто зашел? У нее Гриндан. Ну, скорее всего, я ей не дам играть эту партию. Ну, а вообще, проверим первый день, конечно, разведкой. Может, здесь будет что-то интересное. Тогда все-таки сыграю. Так, ну что, рестарта от соперницы не последовало. Зашло ей что-нибудь другое. Нет. Ну, в принципе, Гриндан тоже вполне играбельный вариант. Так, почему я сделал ставку на Исру, а не на Ведамину при выборе из них? А то, что у Исры есть стрелка уже в самом начале. Нычка скелетов. Это круто. Так, так, так. Берем Брона. Вообще, обычно с гильдии магов начинают. Частенько отстройку замка. Давайте мы так сделаем. Сразу же получаем заклинание. Что-то вроде ускорения. Гнолов заберем домой. Ух ты, консервочка есть. Сразу же развилка с двумя проходами. Это что, баланс? Да, это баланс. Ясно. Вверх пройти не могу. Вниз очевидно тоже. Ладно, тогда берем шахтам. Такс, такс, такс. Проход 50-99 воздушек. Айнаин зашел. Тоже, кстати, неплохой маг. Пусть мы его на разведку где-то. А куда его? Давайте сюда разведаем, если смысл вам будет сюда идти. Опа, плюс еще герой. Зашел стик. Так, здесь быстрый выход есть куда-то. Я думаю, мы ним тоже воспользуемся. Или пойдем сначала вторичку брать. Ну, в общем, мне пока все нравится, ребят. Скелеты взяли, золото взяли. Подтащим армию поближе. Выкупим остатки скелетов. Забираем армию. Вот, чтоб куда. Наоборот. Какая у них скорость? Тоже четвертая. Ну, тогда пускай на скелете ходят. Так, хотя бы какой-то стрелок будет. В плане разгона то, что я начал играть не... С постройки. С постройки. Тряпок. Я думаю, на Энке особой роли не должно сыграть. Так, ну, что, выходим. Пускай выходит. Тут, наверное, Энаин это все дело заберет. Ну, и что, есть возможность купить еще одного героя. Катберт с имуществом. Так, а есть ли смысл ее брать сейчас? Честно говоря, я этого смысла пока не вижу, поэтому следующий ход. Опять, наверное, у нас преимущество. Да, по количеству героев. И соперница... Посмотрим, будет брать рестарт или нет. Все, соперница рестарт не берет. Я тоже особо рестарт брать не хочу. Если, конечно, у нее там не цель. Нет, вроде через гриндан играет. Так, начинаем с Энаина. Продвинем мудрость. Забираем. И выходим отсюда. Так, так, так. Брон. Хотя нет. Стик пойдет сюда. Немножечко тут пофармить скелетов, конечно, можно. Но мне бы в идеале надо было пробиться сначала отсюда. Все ложки пошли бы зачищать эту территорию. Как раз тут и сера есть. А потом уже выходить отсюда. Микромантию бы я повысил быстренько. Так, и надо мне сразу же вверх пробиться, чтобы Брон пошел туда на разведку. А потом уже идти вниз. Наверное, да, так и сделаю. Так, Брон, давай-ка ты заберешь лишних. Вот так. И мы их сейчас пробьем. 17 предлагают аж потерять. Давай наверх, наверх. Ох. Давай тоже наверх. Так, теперь через верх пошли они. О, антиморальки. Антиморальки как раз могут нас серьезно потрепать. Так, зомби поближе. Тут закрылись. О, прямая стрела. Это уже что-то. Стрелочкой тоже ослабим. И вперед. Трое всего лишь остались. Единичку потеряли. 10 скелетов нафармили. Что у нас здесь? Забывчивость. Так, а кто здесь будет проезжать? В океал еще за нами. Он заберет у Брона Лашков. Точнее, не Лашкова. А Джор. Сам Брон поехал вверх. Так, и еще один легкий выход. Мне к сопернику ли это случайно? Так, так. Ну, вообще, как вариант, может быть, может быть. Как по мне, так что-то слишком много проходов. Раз, два, три. И вторичка находится, скорее всего, внизу у меня. Что, поехать тогда сразу же здесь пробиться? Блин, Броно я неудачно поставил вообще. Наверное, да. Пускай сразу же на следующий ход проедут мои ложки там и зачистят эту территорию. Вейт. Вперед. Вот так вот, чтобы здесь больше никто не прошел. Зомби. Так, поехали. Ну, один все-таки добирается быстро до скелета. Минусуем. Стоим. Давайте сделаем минус тег. Даже на стрелков как-то они не особо отвлекаются. К сожалению, для нас. Пять потеряли, четырех взяли, остались минуси, да? Разгоняться смысла мне нет. И, наверное, я иду назад. Так. Стига тоже возвращаем. Что сделает лутиал. Разведывает территорию вниз. Вот, кстати, да. Совсем неподалеку наша вторичка. Так, ну что, пристанище душ поставим пока что. Хотя бы тряпочки будут. Ну, и вскоре мы увидим прокачку Грингано. Ну, партию однозначно играем. Вот то, как я говорил, надо было все-таки здесь пробиться. Тогда бы мне еще один герой понадобился. Как раз-таки. Желота у меня на это все дело есть. И тогда бы в разные стороны сразу пошла бы бы быстрая зачистка. Так, неизвестно. Может, я сейчас даже не ко вторичке поеду, а наверх. Или вторичку придется пробивать в океалу. Тоже вполне возможно. Ладно, посмотрим. Но в любом случае уже рестарта вниз. Эта партия будет играться 100%. Очень быстро отходила соперница. Как будто ей там даже нечем заниматься. Так, ну что, Брон, давай наверх. Ага, здесь какой-то проход. С кучей золота. Нычка единорогов даже есть. Так, ну, в принципе, довольно много здесь возможностей для прокачки у нас. Я думаю, на второй недельки может и не надо будет быстро выходить отсюда. Тут можно артефактов неплохо насобирать. Посмотрим. И все-таки нычка тоже интересная, которая должна браться. Так, айнаин. Тоже, наверное, пойдет наверх. И срай очень бы хотелось сейчас вот именно реально ворваться вверху. Здесь все-таки пробивать. Но вторичка есть вторичка. Неизвестно. Так, ну давайте начнем с кентавров. Дальше уже будем смотреть по муфпоинтам, что у нас получается. Она пустая. Так что мы сейчас просто с вами пробиваем дорогу и уезжаем отсюда. Алашок поедет, заберет эту самую вторичку. Так, значит, берем у Лакеала единички. Все вперед. Так, что-то они слишком много хотят от нас в плане потерь. Так. Так, маны у меня уже нет. Хорошо. Ну как то, что маны нет, это конечно нехорошо. Давай сюда. Сразу же добрался и умер. Так. Минусуем все это дело. Стоим, стоим. Вот так вот. Блин, а он проскочит. Ладно. Неправильно я стал. Надо было этого ставить сюда. Было бы меньше потерь. Так, Лакеал подъезжает поближе. Надеюсь, что здесь не будет грейженого стэка. Хотя, лучше взять с запасом. Потому что если есть грейженый стэк, чтобы он убивал все-таки гнолей. Пятерых предлагают потерять. Ну я думаю, мы тут справимся. Давай наверх. Ооо, антимораль пошла. Wait. Так. Давай тоже наверх. Может удастся на них разделить. Нет, не удалось. Ну хорошо. Раз. И два. 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 Что нам? Плюс знаний себе потом добавим. В Акеал забирает вторичку быстренько. Ставим с вами таверну. Смотрим, что там в плане прокачки. У соперника 0-0-4-3. И она тоже взяла как раз себе вторичку. Пока не впечатляет, честно говоря. Так. На мавзолей требуется кладбище нам. Ну ладно, давайте ставим кладбище. Через лечей все-таки играть надо. Сам Вакеал еще подсобирает для нас ресурсов. А нам надо будет быстренько отсюда уходить. А для зачистки, хотя там не так уж и много вариантов. Так, Айнаина может тогда вообще посадить дома. На этом все. Кстати, Айнаин. Блин, если бы он не зашел, он бы мог нас разогнать. На фейке. Ну, так-то да. Ну ладно. Кстати, вот насчет фейки я и забыл. Можно было бы неплохо разгоняться. Так, 1-1-4. Смотрим. 0-0-4-3. Ух ты, уже третий замок взяла. Очевидно, у нее тоже есть такой проход. Она быстренько туда пробилась. Ну, у меня тут рыцари, вот они мне, конечно, мешают. Так, ладно, добавляем знаний. Вакеал. Берет нам шахту. Что, тогда может не отходя от кассы сразу здесь и скелетов пробьем. Потом уже направимся вверх. Тогда лакеал должен забрать все лишнее. Так. Это, в принципе, и зомби он может забрать. Все равно толку с них как такового нет. Они нам могут пригодиться где-то в другом месте. Семерых предлагают потерять. Выетимся. Так. 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 Ожидаем. Все, мы закрыты. Ждем. Единички палим. Ну, семерых потеряли. Десятерых взяли. Так. Ну что, еще одна единичка. Это здесь, возможно, больше надо. Стрелки справа. Это тоже справа. Видите, ребята идут справа. Зомби посредине. Ну, а дальше единички. Сокровищница. Если их будет много, потянули я их? Вот в чем вопрос. Если будет много, 88. Блин, могу не потянуть. Надо тогда проверить ее. А ну-ка, в океан. Мы сделаем шаг назад. Раз. Не хватает. Ну и ладно. Значит, быстрее отсюда уходим просто. Все, полный вперед. Стик забирает себе знания. Разогнать нас не на чем. Айнаин может разогнать на фейке. Опа. Так, а что делать Стигу? Тогда Стига сюда. Пожалуй. А у нас теперь вопрос. Ехать сюда, но не думаю, что здесь будет так много чего-то интересного. Хотя вот замок и есть. Кстати, вполне возможно, что это замок нашей соперницы. Почему нет? Блин, было бы очень неплохо, конечно, здесь пробиться. Да ладно. Так, здесь интеллект дают. Обязательно сюда мы поедем. Раз. Здесь немножечко халявы есть, конечно. Блин, а теперь надо, во-первых, проверить консерву. Большая. Значит, мы ее пока не возьмем. А во-вторых, решать, вверх идем или вниз. Давайте, наверное, вверх, потому что нычка единорогов, это круто. На Мавзолей не хватает серы, это плохо. Ладно, пока поместье, поставим с вами префектуру. Больше вроде ничего не надо. Самое интересное, что по прокачке, она пока что равна прокачке нашего вожка. То есть у нее второй уровень всего лишь до сих пор. Очень странно. Мы, конечно, недалеко ушли. Тоже второй уровень. Так, 1-1-5. Сразу смотрим по прокачке. Все так же второй уровень. По героям она меня уже догнала. То есть по золоту у нее уже становится все довольно неплохо. Так, проверяем. До 250, то есть тоже много их здесь. Ладно. Давайте сразу посмотрим, что мы будем строить. Наверное, цитадель. Так, и во втором замке. Ну, скелетов, да, можно добрать. Я думаю, Локеал этим займется. Выкупаем скелетов. Передаем это все дело Исре. Ну, а сам Локеал, я думаю, знания повысят. Это ему будет только в плюс. Так, может быть, и в центр сразу пробиться. Хотя их довольно много. Наверное, пока нет. Опа! Как хорошо, что мы разогнались. Можно сразу и за нычку повоевать. Но я думаю, начнем мы с Голема. Хотя там все равно прохода не будет. Смысл с Големом начинать. Так, отлично. Становимся здесь. Айнаин нам передает армию. Так. Стрелки. Зомби надо? Да, думаю, надо. Стрелков особого смысла брать я не вижу. А вот единички, да, нам пригодятся. Этой скелетов надо два стека делать. Все, вперед. Общезнание, конечно, надо бы получить. Опа! Вспеваем, нет? Нет. Ладно, Айнаин нас разгоняет. В таком случае... Так. Снова на феечке это все дело будем производить. Сразу же Айнаин проверит, и что тут. Так, так, так. Если смысл всем бежать наверх... Наверное, нет. Садимся в замок. И брончик собирает у нас золотишко. Давай сюда. Часы недоброго часа. Ну, вообще, по золоту накидала очень-очень неплохо нам. Вот реально. Смотрим рынок. Есть ли смысл? Пока, наверное, выменивать ничего не собираемся. Но вполне, ладно. Ставим лучше на всякий случай рынок, потому что, может, под конец недели нам удастся что-то выменить на серу и поставить все-таки лечиви на первую неделю. Так, проблемы с напряжением на сети. Пришлось переходить свой ход. Ну, в общем-то, вот я походил так же, как это было до этого. Постарался все один в один сделать. Так, ну, поскольку Айнаина мы прогнали через плюс один защиты, то он уже прокачан даже немножко лучше, чем Гриндан. На один левел, а именно у него уже третий. Или нет? Нет, он тоже второго уровня. Шестой день тем временем. Ну что, идем на фей. Айнаин, давай. Что мы будем брать? Зомби, скелеты. И единички, да? Ссылку брать нельзя, чтобы не потерять ее. Здесь на два стекора целяемся. Опа! Быстрая битва, давай. Ну, слишком много. Хотят они, чтобы я потерял. Так, выйдем сюда. Вперед закрываться. Ой-ой-ой, антиморай. Вот это, конечно, нас подводит. Ну, ладно. В принципе, по одному стеку бьют. Остальные будут тут на зомби накидываться. Раз. Два. Снова антимораль. Ну, хоть так. И то уже хорошо. Выйдем сюда и выбиваем их. Семерых потеряли, шестерых взяли. При этом еще и один зомби у нас с вами там потерялся. Так, ну и будем пробивать единорогов. Вот здесь антимораль, конечно, нам нежелательно. Так, берем айнарино. Забираем зомби. И с одними единичками. Так. Все, поехали брать. Две десяти единорогов. 59 аж потерять предлагают. Давай вперед. Ой-ой-ой, антиморай. Вверх. Ну, кое-как закрылись. Давай наверх. Так, вейт. Снимаем ответку. Наваливаемся. Ой-ой-ой. Как же мало мы урона-то нанесли. Блин. Вейт сюда. Сюда. Ух ты, я по единичкам ударил. Ну, вообще, меня сегодня единороги очень радуют. Три. Так. Эх, в этот раз уже не стали бить по единичкам. 15 меня убили. Зато мы получили единорогов. Круто вообще. Что, едем сюда сразу. Получаем интеллект. Добавляем знания. Повышаем ману. Я думаю, сразимся на следующий ход. Айнаин тоже возьмёт себе интеллект. Разгонит нас на фейке. Так. И... Что, ладно. Станем пока что рядом. А броном мы поедем вниз. Заберём с вами самоцветы. Далее здесь остаёмся на месте. В цепочку становится у нас с вами в океал. Чтобы можно было потом по цепи передать все нужные армии, например. Ну, конечно, мычка это должна нам помочь. Но пушка единорогов на первой неделе. На второй уже будет 4 единорога. Так, смотрим далее. Элементарий воздуха. Ну, стигу пока нечего добавлять. Давайте посмотрим, что там в плане прокачки. 0,1,4,3. То есть, третий левел примерно набило уже. Ну, передаю 100 пая на им. А, ну, смысла... Не, хотя, что, смысл здесь пополнить ману. Всё, следующий ход. Так, ну, последний день в бельке, седьмой. Я вот думаю, что ехать, брать ещё один третий замок или нет. Неизвестно, сколько здесь рыцарей будет. То, что они артефакт охраняют, говорит о том, что... Может быть, и много... Блин, ну... Я ещё и ИСРУ не разогнал. Ну, красота вообще. Так. Единички надо или нет? Да, я думаю, вот так вот штучки 3 будет вполне достаточно. Ого! Сюда закрываем всё. Ожидаем. Что, стрелочкой по тебе? Давай отойдём. Ох, антимораль. Вот так плохо. Снимаем ответку. Будем наваливаться. Добиваем. Замечательно. Плюс 14 скелетов. Сейчас тут АНИ нас собирает то, что мы здесь выбили. И передашь нам армию. А именно, кто нам тут фейка нужна будет на разгон. Ну, вот эти ребята могут ещё пригодиться. Так. Разгонять внизу у нас будет гром, если мы вниз всё-таки пойдём. Ну, а если сюда... Давайте подумаем. Ну, вот как-то особо я, наверное, не горю всё-таки желанием сразу уже ехать сюда. Едем к фейкам, в общем. Так. Брон в таком случае будет нас разгонять. Забирает все лишнее. Так. Единорогие. Пригодятся ли они здесь? Вполне себе пригодятся. 90 здоровья. Как-никак. Передаём артефарты. И девочки. Вперёд. 17 скелетов. Так. Прячемся. Закрываемся с вами. И пускай выбивают единичек. Потому что нам единички не нужны. Минус. Тоже минус. Идём ниже. И всё, здесь наваливаемся, в общем-то и выбиваем. Шестерых потеряли, шестерых взяли. Не дотягиваемся больше добитых, значит брон нас разгоняет. Отдаёт финку. Всё остальное дело мы забираем. Сам брон поедет сюда. А мы поехали повышать свои характеристики. 2-5-3-3. Так. По-любому забираем с вами эти артефакты. И потом надо будет ехать сюда. Блин, аж к 3-3 недели тогда мы соперницу увидим. Хотелось бы, конечно, пораньше. Ну ладно. За неимением лучших вариантов будем исходить из того, что есть. Так. Станем здесь, чтобы сразу золото тогда взять. Здесь тоже станем. Будем собирать артефакты со следующей. Артефакты, говорю, ресурсы. Так. Айоновина надо подтянуть только ниже. Можно его будет здесь прогнать, чтобы кристаллы забрал. Ну и что, ставим замок. Для мавзолей мы так и не насобирали, конечно. Во втором замке тоже рынок. По прокачке осталось так же, да? Следующий день. Опять пишет. Ай, все, сдаюсь. Потерял обоих мэйнов на этой долбаной консе. Мораль на морали, мораль на морали. Да что такое? Через консерваторию все-таки она полезла. Вот я не решился все-таки. Я ее оставил к третьей неделе, если я к этому моменту еще не выйду со своего респа. Тогда буду брать. Она все-таки полезла, не рассчитала силы. Да, хотелось бы, конечно, увидеть финалочку. Переоцениваю себя, говорит. Что приближен ей автосейв. Хотя, судя по прокачке, дела у нее там и правда идут не очень. Почему она опять не брала рестарт? Вообще странно как-то. Посмотрим, согласится, нет? Что, почему? Что, почему? Когда дают автосейв, вы загружаетесь с более раннего сохранения и начинаете играть с того момента, с которого загрузились. То есть, тогда, когда она еще, например, не слила своих мейнов. Ну, почему автосейв и не сдача? Я просто предвлагаю тебе загрузиться с более раннего дня, когда ты мне слила. Мейна и продолу. А там сама, смотри. Да, да, нет, нет. Просто, ну, реально никакого кайфа нет от того, что вы убиваете там два-три часа на то, чтобы провести партию. В итоге, кто-то из вас сдается или сливает героя и все. Говорит, нет. Вот удовольствия от таких партий ноль. Абсолютно ноль. Ни финалки, ничего тебе. Ладно, ребят, я сделал все, что от меня зависело. Я предложил автосейв тому. Ну, когда искал эти игры. Без финалки опять. Без финалки опять. Только если будет финалка, предлагает она еще одну сыграть. Это бестолку. Время убивает. Что-то явно с ее тактикой не так, если она уже второй раз сливается. Я вообще сегодня вот не узнаю. Вторая партия, второй слив. Она постоянно мне говорила о том, чтобы, куда я спешу, почему я так быстро прорываюсь. У меня хотя бы таких сливов нет. Ладно. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Всем пока. С вами был Армак. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Проходите два опроса в нашей группе ВКонтакте. Ваше мнение не важно. И от этого будет зависеть, в каком формате будет проходить видео. И какие именно видео будут выходить чаще. Какие нет. Какие вообще перестанут выходить. Все. Всем пока. С вами был Армак.